В японской культуре существует понятие ваби-саби, эстетический принцип, согласно которому наиболее прекрасные вещи создаются минимальными штрихами, добавленными к природным объектам. Например, японский сад камней, экибана, дерево бонсай. И хотя Америка очень далека от Японии, как географически, так и по духу, всё же этот принцип иногда проглядывает и в произведениях американских ландшафтных дизайнеров. Предположим, у вас есть полуразвалившаяся плотина в окрестностях давно заброшенного промышленного городка. Что с ней можно сделать, кроме как взорвать и забыть? Сейчас расскажем. В конце 19 века здесь был город, специализирующийся на деревообработке. Проще говоря, люди пилили деревья и делали из них ручки для мётел. Когда последнее дерево было спилено, сюрприз-сюрприз. Бурный экономический рост городка внезапно закончился. Город вымер. Остались развалины. А потом, в 1929-м, на всей территории Америки началась Великая Депрессия. Казалось бы, уж совсем не время думать о природе. Но нет. В соответствии с новым курсом Франклина Рузвельта, в стране развернулись десятки инфраструктурных проектов. Строились федеральные трассы, мосты, плотины и, среди прочего, национальные парки. В 1933 году был создан Civilian Conservation Corps. Как раз для обустройства рекреационных зон. Благодаря этому были созданы сотни тысяч рабочих мест, что помогло людям пережить депрессию. И вот, в один и тот же 1933 год, были построены огромная дамба Гувера, крупнейшая электростанция в мире на тот момент, и скромная дамба Лалетты, вместе с окружающей ее рекреационной зоной в национальном парке Аллегейни. Если дамба Гувера – яркий символ индустриализации и украшения природы, то дамба Лалетты – прекрасный образец гармонии с природой и пример реализации эстетического принципа в Аби-Саби.